МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отремонтированная, но еще не открытая улица Бажова. Легковушка с подростками влетела в столб. В Саргуте мальчик выпал из окна второго этажа после нескольких дней в палате реанимации. Его состояние улучшилось. Сотрудник полиции крупнейшего города Югры спас женщину, тонувшую на водоеме ГРЭС-2, и пенсионера, который бросился ей на помощь. Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут у самых заметных ЧП в Саргуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. На только-только отремонтированной улице Бажова семерка влетела в столб. ДТП случилось 27 июля вечером. По предварительной информации, в салоне на пассажирских и водительских местах находились трое несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет и один 22-летний парень. Обстоятельства того, где и при каких условиях они получили ключи от авто устанавливаются. Различные травмы выявили у трех человек. Водителю, несмотря на отсутствие прав и юный возраст, выписали целый ряд штрафов. Расследование продолжается. В Саргуте автолитий на иномарке в понедельник около 11 часов сбило велосипедиста. Авария произошла на парковке у торгового центра «Триумф», что на проспекте Ленина. По предварительным данным с места аварии, легковушка Хионды появилась перед байкером. Внезапно он не успел затормозить и оказался на асфальте. К счастью, удар был не сильным. Повреждения молодой человек на велосипеде не получил от медицинской помощи и претензий к водителю отказался. В Саргуте у дома номер 49 на проспекте Ленина пятилетний мальчик упал с высоты второго этажа окна подъезда. ЧП произошло в пятницу днем. Известно, что ребенок играл на улице со старшим братом. В какой-то момент тот ушел домой, младший остался гулять. Что было дальше, сейчас устанавливают полицейские. Мальчика обнаружили на асфальте прохожие. Перенесли на газон, вызвали медиков и полицию. Мама в этот момент была дома с годовалым ребенком. Приехавшие врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего в отделении реанимации травматологической больницы. Несмотря на относительно небольшую высоту, повреждения оказались довольно серьезными. Но после нескольких дней интенсивной терапии врачи добились положительной динамики. Ребенка перевели в палату детского нейрохирургического отделения. Он продолжает оставаться под наблюдением специалистов. В Саргуте контрольные группы и спасатели продолжают патрулировать водоемы в черте города. Сотрудники напоминают жителям, что купание запрещено. Вода в границах муниципалитета не соответствует требованиям. А наиболее популярные у отдыхающих локации еще и смертельно опасные неровные рельефы и захламленное дно источают реальную угрозу. Первые патрулирования начались в мае с наступлением теплой погоды с того момента и по сей день при температуре воздуха выше плюс 18 на нескольких водоемах выставляют мобильные спасательные посты. Они дежурят на катерах, предупреждают о запрете на купание, раздают листовки. Основные нарушения, помимо фактов погружения в воду, которые выявляют сотрудники спасцентра, распитие спиртных напитков в общественных местах. В состоянии опьянения люди отправляются в заплывы. Как показывает статистика, большинство погибших на воде в этом году были в нетрезвом виде. Аэрофлотская улица, пятый километр, черная речка. Значит, зона отдыха одна, ну, вы видели, до моста. Вот этот пляж после моста второй. Это наш паршрут патрулирования постоянно. Дикие пляжи находятся. Вот здесь на косе. Вон песок, вы видите, это кооператив, по-моему, энергостроитель. Там тоже очень много людей купаются. Там катаются на гидроциклах, на лодках. Вон песок, вы видите, с правой стороны, правее немножко. Там тоже люди купаются. И вот здесь есть подъезд по лесу. В тех местах и на тех водоемах, где осуществлялось патрулирование спасателей, трагедии допущено не было. Поэтому, насколько это возможно, насколько, исходя из ресурсов спасательного центра, мы выставляем два поста на сегодняшний день, и дежурство спасателей осуществляется с 12 часов дня и до 20.00. В 2023-м в Сургуте утонули 9 человек. Это максимальный показатель с 2013-го, когда погибших было 10. В прошлом году в водоемах в границах нашего города погибли четверо. Нынешняя статистика говорит о том, что жизни пяти человек прервались во время купания в водохранилищах ГРЭС. Один человек утонул на Черной речке, трое – в других водоемах города. Ежедневно у наиболее популярных мест отдыха работают четыре патрульно-контрольные группы. Тех, кто нарушает запрет, связанный с купанием, мы привлекаем к административной ответственности. На сегодняшний день составлено 25 протоколов. И хотел бы напомнить, что штраф за купание в запрещенных местах составляет от 500 до 2000 рублей. Не раздумывая бросился в воду, сотрудник полиции Сургута спас женщину, тонувшую на водоеме ГРЭС-2, и пенсионера, который бросился ей на помощь. Экстренный вызов поступил еще 20 июля. В половине четвертого утра жители садового товарищества Черемушки, что вблизи стихийного пляжа, услышали крики из воды. Поплавать пошла компания из трех человек. Они были довольно далеко от берега и начали тонуть. Как сообщает источник телеканала Сургут-24, мужчина погиб. Его знакомая смогла самостоятельно выбраться. Еще одна женщина осталась посреди водоема, попав в так называемую воронку, и не могла доплыть до берега. На помощь ей и бросился пенсионер. Он на даче собирался в это время на рыбалку. Доплыв до пострадавшего мужчины, до приезда оперативных служб удерживал ее на поверхности воды, не давая пойти ко дну. На место в течение пяти минут первыми прибыли правоохранители и сразу бросились на помощь. Сразу же принял решение, даже подумать не было, передать оружие напарнику, раздеться и доплыть, помочь гражданам нашего города. Как спасать граждан, это получается в учебном центре мы проходим, что надо подплывать ей со спины, как правильно взять, там уже дело о технике, доплыть. Хотел бы сказать, чтобы в состоянии алкогольного опьянения не купались люди, чтобы меньше было трагических случаев. Добавлю, что Сергей Кирилихин помог выбраться на берег женщине и пенсионеру, который к моменту прибытия полицейских тоже выбился из сил и не мог самостоятельно выйти из воды. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в нашу группу во Вконтакте. Также читайте наши новости на сайте www.indefisnews.ru и в телеграм-канале ОМЕДИА. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА